Он заводится, не чекает и не днится, выбирает бензин дорога. Всем привет! Меня зовут Андрей Остапов и сегодня стартует финал конкурса фенальти среди болельщиков. В течение всего нынешнего года болельщики, и кстати не только болельщики, но и ветераны саратовского футбола, били 11-метровые штрафные удары. И сегодня лучшие из лучших собрались на поле стадиона «Локомотив». Напоминаю, что генеральным партнером проекта является сеть автозаправочных комплексов «Торета», которая в период каждого матча дарила по 50 литров фирменного топлива ТК «ЕЕФОИЛ». Сегодня призовой фонд немножечко будет посерьезнее. Каждый из участников, каждый пеналист получит по 50 литров топлива ТК «ЕЕФОИЛ». А лучшие пенальтисты получат еще больше бензина. За первое место предполагается 300 литров, за второе место 200 литров и 150 литров бензина получит третий призер. Не обязательно, что именно сегодня определятся победители. У нас есть два перерыва. Перерыв сегодняшнего матча и матч, который состоится 22 октября с Воронежским «Факелом». Ну что ж, хочу представить галкибера, который сегодня будет пытаться отражать 15-метровые штрафные удары. Это вратарь футбольного клуба «Сокол» Александр Хромков. Серьезное, может стать, усиление. Ну что ж, как говорится, поехали. Первый участник финала – это Саша Грачев. Большая ответственность, и я призываю всех болельщиков поддерживать участников. Пожалуйста. Разбег, удар, точно в цель. Андрей Кузнецов, следующий. Разбег, удар. И снова в тот же угол забивается мяч. Серьезная бригада финансистов сегодня собралась. Юрий Журавлев, следующий участник. Один из самых опытных финансистов. И, кстати, у Юрия Журавлева будет целых две попытки. Поскольку он два раза побеждал в конкурсе. Разбег, удар. Отражает этот удар Александр Хромков. Осталась одна попытка. Максим Власов, следующий. Поддержим участников. Максим Власов борется за первое место. За призовые места. Удар, точно в цель. Кирилл Инразимцев. Удар мимо цели. Александр Таргашов. Разбег, удар. И снова точно. Кстати, только что к нам подошел еще один участник. Тоже победитель конкурса. Туран Алиев. Именно он следующий, кто пробьет 11-метровый штрафной удар. Туран, пожалуйста. Разбег, удар. Разбег, удар. Точный удар. Итак, следующий участник Николай Тимченко. Победитель конкурса фенальти, если не ошибаюсь, 2010-го года. Очень длинный разбег. Удар. Перекидрил вратарян Николай Тимченко. А на очереди у нас Александр Царев. Разбег. Удар. Мимо цели. Но я советую Александру не расстраиваться, поскольку 50 литров в любом случае получит наш участник Юрий Журавлев. Между тем, вторая попытка. И последний шанс побороться за призовые места. Длинный разбег. Удар. Отражает этот выстрел Александр Хромков. Юрий, не расстраивайтесь. 50 литров вы все равно получите. Следующий участник у нас Александр Серебряков. Это привет, последний участник. Тщательно подготавливается Александр. Удар. Выше цели. И только 50 литров. Ну и наконец сюрприз. Победитель первого конкурса нынешнего года. Мастер спорта Советского Союза. Человек, который забивал московскому свартаку в 67 году. Это Виктор Михайлович Чернышков. Победитель первого конкурса нынешнего года. Поддержим Виктора Михайловича. Наверное, каждый вратарь мечтает о чем-то подобном. Разбег. Удар. Отражает выстрел Александр Храбков. Браво. Но, тем не менее, Виктор Михайлович, спасибо. Вы в любом случае будете сегодня с призом. Вернее, не сегодня, а в рамках следующего матча. 50 литров бензина вам обязательно достанутся. Но у нас второй раунд. Саша Грачев. Надо заметить, что очень классный был удар у Виктора Михайловича Чернышкова. Но блестящий сыграл Александр Храбков. Что-то сейчас будет в противодействии Саши Грачева и Александра Храбкова. Итак, разбег. Удар. Отражает этот выстрел Александр Храбков. Андрей Кузнецов следующий. Разбег. Удар. Тот же угол забивает Андрей Кузнецов. И продолжает борьбу за главный призыв. Максим Власов следующий. Я напоминаю, что лучший из лучших получит 300 литров бензина Торека. За второе место будет 200 литров и 150 литров за третье место. И Максим Власов продолжает сражаться за призовые места. Но сделает он это уже в рамках следующего перерыва матча. На этом первый раунд закончен. Мы продолжим перерывы следующего матча Саратовского с Околом 22 октября. Спасибо. Спасибо. Что он там делал? Ну что, вы в ванилью пойти? Ну, хоть. Спасибо.